Народные овечья возле Дюка и митинг под стенами областного УВД. Около 300 активистов Евромайдана, самообороны и правого сектора вспоминали, как все начиналось год назад, оценивали произошедшие изменения, декламировали стихотворения и пели песни. Затем акция переместилась на еврейскую под обл.УВД, где люди требовали люстрации милиционеров, разгонявших Одесский Майдан и ответа на целый ряд вопросов. Чем закончился диалог активистов и правоохранителей, знает Андрей Цыганко. Эти кадры иллюстрируют, как в Одессе начинался Евромайдан, последствия столкновений с милицией и акции протеста. Многие вспоминают эти события с гордостью. Объединившись, они стали силой, с которой пришлось считаться. Преступная власть свержена и теперь люди хотят сделать Украину такой, какой они хотят ее видеть. Свободной, единой и сильной, где власть работает в интересах людей. Люди начали просыпаться, люди перестали просто быть как стадо. И я считаю, что люди изменились только в лучшую сторону. Майдан за единство Украины, за ее будущее. Если есть полстакана воды, многие видят его уже наполовину пустым, то я вижу его еще наполовину полным. Я верю в это. Верю в Украину и слава Украине. Активисты Майдана, самообороны и правого сектора говорили также и о проблемах, с которыми продолжают сталкиваться. Незаконные стройки на лонжероне и трассе здоровья, произвол одесских чиновников, медленный темп иллюстрации в рядах милиции, которая разгоняла Майдан год назад и не дала установить палатки подобного УВД накануне. А пока колонна вновь двинулась на еврейскую с намерением задать свои вопросы руководству одесской милиции. Выстроившись перед кордоном правоохранителей, они потребовали, чтобы к ним вышел Иван Катеринчук. Вместо главы областного МВД вышел его заместитель и первым делом попытался объяснить, почему не дали установить палатки. Он сослался на правила благоустройства города, которые это запрещают. Тротуар предназначен для движения пешеходов. И установка. Никто никому не мешает двигаться по тротуарам. Но установка палаток на тротуарах является нарушением закона. Выходили слушать, вы мне не даете ответить. Вы мне не даете ответить. Следующим был вопрос алюстрации. Ряд милиционеров уже отстранены. Остальных 125 человек уволить одновременно не могут. Мероприятие перенесено на весну. А пока прокуратура проводит проверки, милиция согласна создать рабочую группу, которая будет держать ситуацию на контроле. В ее состав войдут и общественники. Беспокоит активистов и ситуация на лонжероне, в которой милиция, по их мнению, не стала на сторону людей. Наших ребят побили сотрудники гепарда или варта какая-то, какая-то дружина. Причем вы их задерживали. Какие расследования проведены? На каком основании они набрасывались на мирных людей, которые требовали всего лишь законности и документов? И как милиция расследует незаконную стройку? Мы не защищаем ничьи интересы. Давайте мы уйдем сейчас от фамилий владельцев, бывших мэров, действующих мэров. Я еще раз говорю, милиция за безопасность граждан. И для этого мы используем все предусмотренные законом ресурсы. В настоящее время проводится расследование. Вы это прекрасно знаете. А чему их пустыло? Да, да, да. Это предусмотренная законом процедура. Последнее требование общественников разблокировать еврейскую милиция выполнила только после того, как они пообещали прекратить митинг и не устанавливать палатки. Напоследок активисты Майдана и самообороны спели гимн. Андрей Цыганко, Алексей Филиппов, 7 канал.